хрящевой ткани, соединительной, то есть все вот эти вот процессы уже, скажем, вторичного изменения. И вот чтобы было понятие, почему и как правильно пользоваться программами, потому что вот есть артрит, который обусловлен агрессивным влиянием на организм человека вируса, к примеру, да, тот же гемолитический стриптококк, почему суставы начинают, ревматизм болеть, потому что тот сам стриптококк плюс его токсин влияют на сердечную мышцу, влияют на мелкие сосуды, влияют на обменные процессы дегенеративного самого сустава, на воспаление и все прочее. А есть артрит, есть программы разные, связанные с паразитологией, а есть программы и артрит, есть артроз дегенеративный, но есть и артрит, который не связан с паразитологией, а связан с воспалением вторичным, к примеру, соли в суставе, который травмирует механический сустав, и он воспаляется. И артрит, артрит урозен, вы поняли, да? Если вы будете использовать эти программы, а они те, результата такого не будет. Поэтому вот эти все моменты мы сегодня с вами разберем, чтобы у вас, как говорится, были пазлы сложились. Для этого я предлагаю вообще изначально, вот сейчас коротенько буквально вам станет понятно, фазы развития заболеваний. Есть состояние организма в норме, как я сказал. Коридор.